день добрый сегодня поделюсь небольшими планами до своими и предлагаю маленько аудиторию разделить разделить что значит разделить дело в том что на канале на youtube канале много смешанного контента именно на моем youtube канале я собираю как изделие из кожи так и изделие из гипса так вот чтобы не путать одну аудиторию с другой один контент другой да кому то интересное видео по изготовлению изделий из гипса слушать про силиконовую форму а кому то нет есть ребята которые смотрят на видео только с целью ознакомиться с новыми изделиями из кожи что это будет за изделие как они будут выглядеть какие материалы инструменту лучше применять какой минимальный набор инструментов необходим плюсы и минусы то есть аудиторию которая посвящена и и который интересное изготовление изделий из кожи я предлагаю подписаться на телеграм-канал ссылку оставлю ниже но для тех кому будет этой интересно там рассказываю о плюсах минусах о своем опыте делюсь инструментом которым сам работаю ссылки оставляю не рассказываю о изделиях из кожи вот над чем работаю в данный момент да вот над чем уже работал вставляю выкрики на все это дело ссылочки на выкрики показываю какие есть работу уже готовые в общем думаю контент который пытаясь создать на в телеграм-канале будет интересен мастерам кожевником особенно кожевником начинающим поскольку я как начинающий кожевник с небольшим опытом так скажем с опытом в районе там двух двух с половиной лет прохожу все те же самые этапы создания изготовления изделий не борюсь с теми же самыми ошибками не с теми же самыми проблемами которые возникают у начинающих мастеров преодолевая их и делюсь этим опытом то есть какой инструмент почему именно этот что стоит купить что не стоит купить какие трудности возникает при выборе материал в общем все подробно по созданию изделий из кожи стараюсь максимально доступным языком и понятным это изложить именно в телеграм-канале с ютубом пока что непонятно что происходит и что с ним произойдет уже неизвестно поэтому если ссылка на в телеграм-канале для тех кто увлекается созданием изделий из гипса тоже поскольку есть такая вероятность что все может разом закончится как говорится youtube останется а вы уйдете как то так так что для тех кому интересен контент по созданию изделий из кожи ссылочку оставлю на описании